Тут даже вкуснее, чем тут. Куторый первый? Да. Вообще я хочу сказать, что ты все мои представления о выпечке хлеба разбил в пух и прах. Я не думала, что в домашних условиях для обычного семейного ужина можно своими собственными руками приготовить столь чудесный хлеб. Я прям горжусь тобой. Ты запишешь, что ли? Ага. Привет. Мы в эфире. Всем привет. Вы на канале Бурмикс и с вами дядя Миша. Сегодня все очень просто. Сегодня мы готовим нарезной батон. Поехали. Для начала нам нужно активировать дрожжи. Для этого в емкость любую насыпаем дрожжи, сахар и добавляем теплую воду. Вода должна быть примерно 36 градусов. Далее добавляем одну столовую ложку муки. Размешиваем. Вот у нас получились такие вот комочки. Ничего страшного. Накрываем блюдцем. Можете накрыть пищевой пленкой. И оставляем в покое на 10 минут. У нас дома очень холодно. Потому не очень шустро поднимаются дрожжи. Ну вот мы видим, пузырьки пошли. В принципе уже хорошо. Теперь мы берем и высыпаем вот эту вот активировавшуюся штуковину. Видите, она какая стала. Высыпаем муку. А также выливаем всю оставшуюся воду. Добавляем соль. И добавляем масло. По желанию можете масло сливочное растопить. Но я его прям кусочком кладу. И будет все хорошо. Вот и все. Прошло 5 минут и наше тесто уже готово. Подпыляем немножко стол. И выкладываем тесто. Видите, оно такое мягкое. Оно не липнет к рукам совершенно. Немножко еще я поработаю с ним ручками. Для чего? Не знаю. Просто это приятно. Очень. Для верности. Нет, просто это действительно приятно. Оно такое прям классное. Вот. Сделали такой комочек. Берем нашу любимую чашу. И кладем сюда. Накрываем нашу любимой крышечкой. Готово. Убираем в духовку. Разогретую до 40 градусов. Занимаемся своими делами и ждем. Итак, прошло час двадцать. И смотрите, как у нас поднялось тесто. И вот так оно у нас опустилось. Вот такое у нас получилось тесто. Ой, какое оно нежное. Разрезаем его напополам. Растягиваем. И начинаем скатывать. Вот так. Подщипываем здесь. И придаем ему форму батона. То же самое делаем со вторым. Сбрызгиваем противень маслицем. И готовый пирожок вот этот. Выкладываем сюда. Сразу сделаем надрезики. Нам нужен очень острый нож. Теперь берем пищевую пленочку. И накрываем. И оставляем на расстойку на 35 минут. Аккуратненько снимаем пленочку. Какая красота. Прям как в магазине. Да. Все. Убираем в духовку. Итак, вот наши батоны. Немножко задзевался я. И немножко их придержал. Хватило бы и 25 минут. Теперь мы их уберем на нашу любимую решеточку. И пускай они остывают. Есть у меня вот такая вот замечательная горбушечка. Я ее и попробую. Ммм. Вкуснота. Ну давай побольше фактов по этому хлебе, о вкусе. Ребята, факт тут один. Факты дай. Это замечательный нарезной батон. Он ничем не отличается от магазинного. Только он более свежий. И здесь хрустящая корочка у меня получилась. Но если вы выдержите его примерно 25 минут, то у вас не будет такой хрустящей корочки. Она у вас будет мягкой. Потому что, если честно, мы ее готовим сегодня же второй раз. И первый раз получилась она мягкая. Вот. Ну вот снимали на второй раз уже. Ну вот как-то так, ребята. Готовьте. Радуйте своих родных и близких. И пока-пока. Кстати, кто досмотрел это видео до конца, тому будет много-много счастья. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok